В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте! Очередным протестом решили напомнить о своей проблеме жители домов на Шкодовой горе, которые с начала отопительного сезона сидят без тепла. Люди устроили предупредительную акцию, перекрыв движение транспорта. Митингующие говорят, что декабрь – не лучшее время для холодных батарей. У нас дети, полно детей, а у нас нет отопления. Холодно, греемся каминами. Чем можем? Каминами, конечно, не нагреемся часто, потому что свет выбивает. А свет выбивает очень часто, поэтому холодно дома. Каждый день по три раза на день выключают свет. Мы вышли на улицу просто напомнить о том, что мы здесь есть, мы живые, мы замерзли. Помимо того, что мы сидим без отопления, при включении электроприборов у нас не выдерживает трансформатор, уже закипал он не один раз, и там все отключается. Мы сидим еще и без электроэнергии. Дети делают уроки при телефонном фонарике. Нередко между протестующими и водителями заблокированного транспорта возникали словесные перепалки. Вы шкоты! Шкоты! Я пилю! Я порошелка и для гнездо у нас шкоты! Все! А нахер дети, баба, дети забежали! Блин, баба, баба, в больницу, ребенок дома один! Спустя почти час с начала акции на место прибыл представитель Суворовской райадминистрации. Чиновник рассказал, что город сделал все возможное. Отопительное оборудование завода готово. Последнее слово за кабинетом министров. Мы ждем о том, что Кабмин примет поправку к 632-му постановлению, которое дало бы юридическую силу Укртранснефтепродукту использовать это оборудование. Вы об этом знаете? Да. Так? Ну я, да. Ну, такая, что? Поэтому там все сделано, горелки сделаны, кип сделан, автоматика сделана. То есть сегодня готовы. В мэрии подтвердили, что повторно обратились к админу с просьбой скорее дать необходимое разрешение. К тому же Александр Ляшенко сообщил, что до конца текущего года будет закончен проект постройки двух газовых отопительных модулей, которые уже в следующем году должны будут отапливать 15 домов Шкодовой горы, независимо от ситуации на нефтеперерабатывающем заводе. В мэрии прокомментировали скандал, который разгорелся из-за школьного забора. В субботу группа людей, которая назвала себя активистами, снесла забор возле 55-й школы. Свои действия они объяснили тем, что строительство незаконное, якобы, по их данным, там планируют строительство платного стадиона. В мэрии говорят, наоборот, пытаются сделать школьную площадку безопасной. Больше тысячи подписей поступило нам от жителей ближайших домов, родительских комитетов и так далее. О том, что действительно люди хотят, чтобы это была безопасная школьная территория. Хотя мы руководствовались и постановлением кабинета Министерства, как я уже сказал, в 2001 году. Но тут мы уже и советовались с общественностью. К защиту реконструкции площадки на аппаратное совещание госсовета пришли родители учеников 55-й школы. Они говорят, что пытались уговорить так называемых активистов не ломать ограждения. В личных разговорах не объясняется причина. Просто его не будет и все. Если нужно, мы будем поджигать школу, мы будем ломать школу. То есть звучит вот так. Это люди, которые учатся в нашей школе. Вот один из них, который, собственно, привел в субботу этих вот детей, по-другому я и назову, у него ребенок в первом классе. Что он что? У него ребенок учится у нас в школе в первом классе. То есть он не скрывается абсолютно. Он просто знает, что он в субботу не останется. Мы, как родители, просим их защитить, пожалуйста, вас. Руководство санатория Лермонтовский выиграло суды двух инстанций. Министерству юстиции суд отказал в выселении санатория. Также здравница выиграла апелляцию, которая подтвердила незаконность претензий Министерства собственной здравницы. Судебное разбирательство между Министерством юстиции и санаториями длятся несколько лет. Минюст даже назначил своего директора и пытался зайти на территорию здравницы. Санаторий Лермонтовский выиграл два суда. Первое – это касация по выселению санатория Лермонтовского. То есть мы дошли уже до третьей последней инстанции, и она отказала выселение санатория Лермонтовского. Если помните, в прошлом году было множество попыток силового захвата санатория Лермонтовского. И второй момент, вторая инстанция, апелляция, подтвердилась незаконность регистрации права собственности за Министерством юстиции. То есть на данный момент у Министерства юстиции и в юридическом, и в моральном аспекте нет никаких прав на санаторий Лермонтовский. В Одессе снесут скандальную мансарду. Двухэтажное здание выросло на княжеской. Скандал разгорелся из-за его внешнего вида. Выяснилось, что документов на постройку у ее владельца нет. В Газке уверяют, что дали добро лишь на небольшую мансарду. Теперь в мэрии обещают через суд добиться сноса здания. Тем временем мансарда превратилась в полноценный дом. Мы заметили, что они отклонились от проектной документации, а именно они выдвинулись на улицу Княжевскую на 2 метра, чем заняли земли города. Нами составлен акт, протокол. Когда был составлен? В сентябре 2015 года? Нет, это уже мы составляли в этом году. В 2015 году была зарегистрирована декларация. В этом году, в сентябре месяце, мы заметили данное строительство. И составили акт, протокол дали предписание. На сегодняшний день предписание не выполнено. Общественный активист Сергей Стерненко решил обжаловать решение Приморского суда о заключении его в СИЗО с правом внесения залога. Сам Стерненко утверждает, что на акции присутствовал как журналист и выполнял выданное ему редакционное задание от издания «Безопасный город». К тому же его защитники считают, что обвинения в нападении Стерненко на начальника полиции и других сотрудников сфабрикованы. Головин – начальником Головного управления национальной полиции. Его допытует 20.11, его подлеглий старший лейтенант. И допытует, и видно, что это упередженный допыт, наперед подготовленный. Сначала он говорит, что была суматоха, ничего было не понятно, толкучка, приблизительно так, российской мовой. А потом говорит, что в этой суматохе толкучки он увидел, как Стерненко его ударил в колено. Вот у нас вопрос к нему, как это могло быть, для того, чтобы в суперечности, он извинен, напрямую Стерненко, как активиста. Понял. Также защиту утверждают, что следственный судья избрал чрезмерно жесткую меру пресечения для Стерненко в рамках обвинения в организации массовых беспорядков. А вот прокуратура считает, что судья был прав. Когда человек подозревается, если человек уже подозревается и еще подозревается, это уже исключительно прямый риск. А нормой, которую оперировался следственный судья, именно с 194-ю, это наявность оборудования и подозревания, а наявность достатных подставок, что существует хотя бы один из рисков, предъявленных статей 177-й. Я не буду затягивать час и ствердить еще и другие риски, которые, на мою думку, есть. Но хотя бы один есть, и законность решения судей, следственного судья Иванова, она подтверждается. Адвокаты Стерненко после просмотра видеофрагментов событий в Летнем театре настояли на допросе главного потерпевшего начальника областной полиции Дмитрия Головина. Однако без документов, подтверждающего его состояние здоровья, суд отказался от вызова чиновника. На следующем заседании соответствующие материалы должна представить прокуратура. Проект реконструкции 11-й городской больницы будет готов только в следующем году. Об этом заявили в Департаменте здравоохранения Горсовета. При этом работы обещают выполнить с учетом всех требований людей с ограниченными возможностями. В связи с тем, что сейчас проходит реконструкция еврейской больницы в медучреждении на Слободке, в первую очередь восстановят отделение интенсивной терапии и гинекологии. Кроме того, во всех поликлиниках города оборудуют специальные парковочные места для инвалидов. Также люди с нарушениями зрения попросили чиновников профильного департамента установить при входе в медучреждение специальные сигнальные кнопки для более оперативного предоставления услуг. В поликлиниках обещали кнопку, обещали то, что все-таки она будет работать, потому что приходит, допустим, человек незрячий, ну ему не всегда имеет возможности привлечь к сопровождению человека, да, и, ну, бывает, что люди помогают. Ну, вот он пришел в поликлинику сам, его люди довели до поликлиники, да, зашел дальше, дальше все. Ему нужна помощь и не к кому обратиться, потому что обещали, что человек, ну, нажмет на эту кнопку, там подойдет, ну, медработник. Только 30% от стоимости операции на сердце может оплатить государство. Об этом заявил главный внештатный кардиохирург областного департамента здравоохранения. В этом году исполнилось ровно 10 лет работы Центра аорто-коронарного шунтирования. Специалисты обратились в Минздрав с просьбой обновления материально-технической базы отделения кардиохирургии областной клинической больницы. Всего необходимо около 10 миллионов гривен. Те средства, которые выделяются, они позволяют покрыть трехдневный срок пребывания пациента с острой коронарной патологией в клинике. Туда входит и коронарография, и баллонирование коронарных сосудов, и стентирование коронарных артерий в том числе. Это отделение ежегодно выполняет где-то 1200-1500 коронарографий в год и около 800 пациентам по ургентным показаниям. Митинг посвященный героическому подвигу командира подводной лодки С-13 Александра Маринеско, атаковавшего и отправившего на дно нацистский лайнер Вильгем Гуслов в 1945 году прошел в Херсонском сквере. У памятника Маринеско собрались ветераны-подводники, курсанты мореходного училища, военнослужащие и общественность, которые почтили память героев минуты молчания. 30 января 1945 года потопил немецкий лайнер Вильгем Гуслов, на котором находилось более 3000 немецких подводников, и этим самым были 123 немецкие подводные лодки, остались без экипажа. И была на 4 месяца до победы поставлена точка в подводной войне на Балтийском море. На памятнике написан, говорит, лозунг «Память у дел живых». Если мы должны помнить и передавать это дело подрастающему поколению, и они тогда будут, говорят, пчить память и уважать людей, которые дали жизнь за нашу с вами свободу и нашу Родину. Три удаления, перелом ноги, пропущенный гол пятка и шестой мяч Хабленко. Очередная ничья черноморца в чемпионате с бронзовым призером Луганской Зарёй оказалась насыщенной на события. Первым удалили с поля на 18-й минуте из-за второго предупреждения Дениса Васина. Гости ответили красной карточкой Бабенко в конце первого тайма. В середине второго тайма тяжелую травму получил хорватский защитник Одесситов Ивица Жунич, у него перелом ноги. На 66-й минуте Заря открыла счет после паса с правого фланга, ударом пяткой отметился сваток. Почти сразу хозяева счет сравняли, забил Алексей Хабленко. Второе удаление в составе моряков заработала Лосан Диайе. Итог матча 1-1 и Черноморец опустился на 10-ю строчку. После матча наставник черно-синик Олег Дулупа попроверг слухи о своей отставке. Басня Крылова, не басня Крылова, а про москву и слонарь москву. Поймите, знайте, что всегда. Иважайте, когда пишут, значит кому-то выйдет. Я не собираюсь разбираться, не собираюсь, скажем так, искать иммун. Потому что я всегда потеряю силу, но потеряю работу с командой, потеряю работу на фронте. Для меня это много, чем то, что пишут. Тем временем официальный сад Черноморца сообщил, что неизвестные люди пытались пробраться на спортивную базу клуба на Архитекторской. Они якобы представляли фонд гарантирования вкладов и пытались переоформить права собственности на объект через госрегистратора. В свою очередь в фонде намерены провести 11 декабря третий аукцион по продаже учебно-спортивной базы футбольного клуба. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!